добрый день меня зовут Бородун Алексей я предприниматель 2013 года в ходе данного видео я хотел бы с вами поделиться своим опытом и видением на тему что такое предпринимательство и развеять одним из мифов о бизнесе итак начнем под предпринимательством я понимаю следующее то что это самостоятельный вид деятельности с помощью которого вы можете зарабатывать деньги для достижения определенных целей то есть три составляющие первое вы самостоятельно зарабатываете деньги второе получаете денежный поток и третье вы достигаете с помощью этого определенных целей рассмотрим подробнее все эти три элемента итак возвращаемся первым самостоятельный вид деятельности здесь в принципе все понятно это деятельность которую вы являетесь хозяином вы самостоятельно определяете что вы производите что вы продаете с кем вы взаимодействуете какой у вас будет маркетинговый план то есть вы еще раз повторюсь хозяин своего дела но здесь можно понимать то что вы в том числе и несете полную ответственность за свой бизнес это оборотная сторона самостоятельного вида деятельности второе то что в ходе этой деятельности вы должны зарабатывать деньги при этом я обращаю внимание я целенаправленно ушел от понятия получать прибыль потому что есть бизнеса который не направлен на получение прибыли ну например стартапа основная цель стартапа это найти доходную модель и масштабирует и потом уже выходить на прибыль при создании компании или социальный бизнес там тоже не требуется получение прибыли поэтому повторюсь второй элемент это ваш бизнес тоже приносить деньги и третья составляющая то что заработанные деньги вы будете направлять для достижения какой-то своей определенной цели и здесь опять же цели разнообразны бывает то есть бывает так то что необходимо в ходе предпринимательства зарабатывать деньги для обеспечения своего благополучия кто-то зарабатывает для обеспечения семьи кто-то занимается этим спросом в принципе для самореализации или для достижения каких-то социальных задач и так подведем итог предпринимательством еще раз мы понимаем что это самостоятельная деятельность с помощью которого вы зарабатываете деньги для достижения определенных целей возможно у вас есть другое мнение по поводу того что что такое предпринимательство мне будет интересно узнать ваше мнение пожалуйста напишите в комментариях к данному ролику ну а теперь перейдем следующей части я с вами хотел обсудить один из мифов о предпринимательстве сложился такой стереотип то что предпринимательство могут заниматься только 2-3 процента населения то есть то что это исключительная деятельность это полная чушь исследования это не подтвердили более того они показали то что предпринимательство могут заниматься большее количество населения чем 2-3 процента вы посмотрите пожалуйста в америке даже в россии это участвуют в бизнесе это больше 2-3 процентов более подробно можно потом посмотреть соответствующих исследованиях вот этот стереотипом скорее всего сложился там в 19 20 веке когда только зарождалось предпринимательство и мы все с вами знаем эти имена как генри форд стив джобс значит билл гейтс да даже из российских предприниматель олег тиньков она вот все эти предприниматели конечно же уникальны они более того имели какой-то врожденный предпринимательский талант не имея даже высшего образования создали такие крупные успешные компании очень интересный опыт и это является подтверждением этого тезиса то что 2-3 процента могут заниматься но это не так потому что еще раз статистика подверждает совсем другое и это связано с тем то что на сегодняшний день накопилось достаточно много информации о предпринимательстве то есть люди могут на сегодняшний день обучаться предпринимательству есть книги есть курсы пожалуйста предпринимательство может обучаться любой человек даже не имея определенных навыков в этом плане мне всегда приходит на ум такая аналогия да великим музыкантом может стать человек у которого есть талант и трудолюбие но это не значит то что другие люди не могут заниматься музыкой и тоже найти свою нишу за счет своего трудолюбия да он может быть не талантливый музыкант то есть нет у него такого врожденного какого таланта как у моцарта но это не мешает человеку заниматься музыкой и потом всю свою жизнь посвятить этой деятельности пожалуйста он тоже найдет нишу тоже будет востребоваться также мы мы можем с вами заниматься предпринимательством не имея таких ярких талантов как у стилу джобса или генри форта мы можем у них учиться этому поэтому всех призываю становитесь предпринимателями обучайтесь невозможное возможно лайкайте это видео спасибо